Добрый день! По-моему, прекрасно предвосхищается эта цитата из Геоты Фауста. Как мы помним, сам Фауст был врачом, это был не вымышленный персонаж. В первую очередь он был врачом, но потом уже чернокнижником. Она проведена на немецком языке в оригинале, поэтому я прочитаю ее. «Но жизнь, но мир, ведь человек дорос, чтобы знать ответ на все свои загадки». Сегодня мы постараемся ответить на вопрос о том, какие же загадки позволяет искусственный интеллект раскрыть и открыть человеку в вопросах медицины. Почему мы должны заниматься приложениями искусственного интеллекта к медицине? Что такого происходит сейчас в медицине, что заставляет нас искать какие-то дополнительные инструменты? Достаточно сказать, что за последнее время было проведено много исследований, которые раскрывают существенные проблемы, имеющиеся, возникшие на сегодняшний день в здравоохранении и в медицине. Так, например, исследование 2016 года показало, что в Соединенных Штатах Америки врачебная ошибка является третьей по численностям причиной смерти. Третьей. И она стоит позади таких страшных заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания, рак. Но третье. Это огромное число. Далее, различные законы, которые регулируют процессы здравоохранения, они также становятся все более сложными. Им достаточно тяжело следовать. И, в общем-то, это здорово отвлекает врачей от их повседневной работы. Замечательный еще, пожалуй, пример, который мы видим здесь. Немножечко перескочим. Это то, каким образом сейчас предоставляются и исследования, проведенные в медицине с помощью искусственного интеллекта. И самые главные проблемы, которые возникают, когда люди, не имеющие отношения к медицине, но являющиеся экспертами в таких областях, как машинное обучение, искусственное интеллект, начинают заниматься проблемами медицины. Так вот, это совершенно недавний результат 2017 года. Эндрю Инн, пожалуй, это номер один человек в мире машинного обучения. Я думаю, большинство из вас о нем слышало. Так вот, его группа создала модель, назовем это модель, которая позволяет определять пневмонию на рентгеновских снимках. Так вот, манера, в которой это было заявлено, она, естественно, вызвала некое, даже не некое, а весьма сильное раздражение со стороны радиологов. Звучало это заявление, эта новость буквально так, что искусственный интеллект скоро заменит всех радиологов, поскольку определяет пневмонию совершенно не хуже, чем они. Так вот, детальное рассмотрение этой модели и подхода, который использовался к ее построению, показало, что было допущено достаточно много ошибок. И ошибок, касающихся не столько части, которые имеют отношение к машинному обучению, сколько понимания того, как работают радиологи, как устроена медицина. И это большая проблема. Казалось бы, человек номер один в мире машинного обучения пришел в мир медицины и хочет исправить ее, улучшить, однако результат получается не столь впечатляющим. И это тоже является проблемой современной медицины, когда возникают решения, с помощью которых мы хотим что-то улучшить, а в результате получаем результат далеко не такой блестящий. Вернемся в презентации немного назад. Вернемся, а по времени вернемся достаточно далеко, в 60-е. 60-й год, работа Норберта Винера, публикация Норберта Винера, основателя того, что мы знаем, как кибернетика. И в этой своей работе он говорит о том, что искусственный интеллект на тот момент является настолько развитым, что уже умеет играть в шашки, в крестики-нолики. Хорошо он играет в крестики-нолики, в шахматы играет. Не столь хорошо, но есть ожидание, что в будущем это исправится, в недалеком будущем. И вот, работа 2016 года, я думаю, снова большинство из вас слышало про этот результат, когда искусственный интеллект смог обыграть гранд-мастера игры Го. Результат этот, по-своему, примечательный, поскольку игра Го является одной, наверное, из самых сложных, из созданных человеком. И проблема там в том, что число комбинаций столь велико, что решить задачу, обучить модель и играть в Го не получается методами прямолинейными, то, что мы называем brute force, то есть простым перебором. Более того, в прошлом году была опубликована работа, снова построена модель, которая в течение часа умеет обучиться, сама обучиться играть в шахматы. И вообще, по-моему, во все существующие игры, а еще спустя буквально, может быть, день, может быть, даже меньше, она выходит на уровень гранд-мастера по шахматам. Это примечательный результат. С 60-х по нынешний день искусственный интеллект сделал огромный скачок. Да, он научился играть, помимо крестиков-ноликов, в Го, смог обыграть гранд-мастера игры Го. Однако, должны ли мы понимать этот переход как прогресс? Прогресс является ли он прогрессом? И мы, конечно, будем смотреть на эти достижения искусственного интеллекта с точки зрения медицины. Прежде чем мы будем говорить о применениях о том, что искусственный интеллект делает в медицине, мы должны все же немножко определиться с тем, что такое искусственный интеллект, поскольку в настоящее время существует небольшая путаница в подходе к этому вопросу. Две буквы есть у нас, две «и» – искусственный и интеллект. Если со словом «искусственный» еще все достаточно понятно, это, ну, можем понимать, как рукотворное, то со словом «интеллект» слово «интеллект» требует к себе чуть большего внимания. И мы попробуем найти ответ на этот вопрос. Что же такое является интеллектом? Существует одно место, которое содержит ответы на все вопросы в нашей жизни. И я думаю, вы сможете назвать его. Это… Нет, это не Википедия, как можно подумать. Это Большая Советская Энциклопедия. Большая Советская Энциклопедия содержит ответы на все вопросы в нашей жизни, и она содержит ответы на вопрос, что такое интеллект. Так вот, интеллект там понимается по-разному. Древние греки понимали интеллект как часть надличностной разумной человеческой души. Современное понятие, оно уходит к корням философии. Мы же воспользуемся чуть более общим определением, которое отождествляет интеллект и процесс мышления, то есть разумную деятельность человека. Интеллект – синоним мышления. Для того, чтобы построить такой искусственный интеллект, попытки, которые начались уже в 50-х годах, и, собственно, в 56-м году возник этот термин «скусственный интеллект», так вот, для того, чтобы построить искусственный интеллект, подобный человеческому, необходимо правильное сочетание совершенно разных дисциплин, таких, как вы видите, приведены здесь. Это и математика, и психология, и философия. В определении же искусственного интеллекта мы не будем тратить на это много времени и последуем замечательной книге Норвига, Питера Норвига и Иерассела, в которой рассматриваются, во-первых, два уровня, два верхних уровня к определению искусственного интеллекта. Первое – это нечто, что мыслит и действует, то есть первый уровень – мышление, действие, а второй уровень – это градации, как мыслит и как действует, то есть мыслит логически и мыслит подобно человеку, действует логически, действует подобно человеку. Такое достаточно интересное противопоставление – логический и как человек. Казалось бы, человек – существо, которое мыслит нелогически, но мы не будем это обсуждать сейчас. Так вот, что значит мыслить? Мыслить как человек. Это достаточно сложный вопрос. На него отвечает наука, которая, по-моему, она в русском переводе так и звучит, как когнитивная, когнитивная, когнитив-сайенс. Собственно, она возникла при создании искусственного интеллекта. И она как раз занимается исследованиями того, как мы мыслим, что такое мышление. Ну и вот эта наука дает ответ на вопрос, что такое мыслить подобно человеку. Действовать подобно человеку – здесь все немножко проще. И операционное определение действия как человек было дано Тьюрингам. Мы не будем строго его формулировать. И я думаю, тоже многие о нем слышали. Это тест Тьюринга. И речь идет о том, что происходит взаимодействие человека и машины, разумной машины. Причем таким образом, что между ними нет визуального контакта. И искусственный интеллект считается, что он прошел тест Тьюринга, если человек, который общается с этой машиной, не может сказать о том, общается ли он с человеком или с машиной. Существует и полный тест Тьюринга, который включает в себя визуальный контакт. Ну и здесь, как понимание, речь идет о каких-то человекоподобных роботах, которые мы видели в фильмах, как «Бегущий по лезвию», «Гостон за шейл» и тому подобных. Там искусственный интеллект уже таков, что проходит этот самый полный тест. Далее у нас идет логика. Действовать логически – это тоже достаточно просто. Действовать логически означает действовать так, чтобы оптимизировать или получить наилучший результат в зависимости от ситуации. Если же речь идет об условиях, в которых есть определенность, то речь идет не просто о лучшем ожидаемом результате в вероятностном смысле этого слова. Это действовать логически или рационально. Соответственно, и мыслить логически или рационально – это означает мыслить в соответствии с законами логики. Таким образом, были построены первые экспертные системы в медицине. И речь идет о той самой логике, которая восходит своими корнями к Аристотелю. Вот такие четыре по факту определения, основанные на мышлении и на действии. Соответственно, почему эти четыре науки возникают здесь, глубоко вдоваться мы не будем. Философия отвечает на вопросы, подобные тому, откуда приходят знания. Потому что знания – это то, с чем оперирует интеллект. Математика отвечает на вопрос, что может быть вычислено. Психология как раз исследует сам процесс мышления. Возникает, откуда возникает мысль. Лингвистика, но, пожалуй, мы здесь остановимся, иначе мы никогда не доберемся до сути нашего сегодняшнего разговора о том, как же искусственный интеллект применяется в медицине. Собственно, для того, чтобы построить искусственный интеллект, мы должны уметь оперировать такими дисциплинами, как робототехника, машинное обучение, Automated reasoning, не готов сказать, как это звучит в переводе. Natural language processing – это работа с естественными языками. Компьютерное зрение, knowledge representation – это тоже отдельная наука, которая говорит о том, как хранить знания, как их получать, как их передавать интеллекту, который мы обучаем. Все эти дисциплины, как мы видим, входят в понятие искусственного интеллекта. И машинное обучение, которое часто понимается как синоним искусственного интеллекта, оно является частью того большого искусственного интеллекта, когда искусственный интеллект является целью, объектом исследования, а не когда он является инструментом. И тот случай, когда искусственный интеллект является инструментом, это и есть второй подход к определению искусственного интеллекта. Тот самый, который мы часто используем, это утилитарный подход, когда искусственный интеллект понимается как инструмент для автоматизации рутинной деятельности человека, повседневной деятельности. И в этом случае он часто как раз отождествляется с машинным обучением. Но все-таки, когда речь идет об искусственном интеллекте, то часто подразумевается, что система умеет автоматически принимать решения. Машинное обучение — это получение неких результатов, каких-то новых сведений из сложных данных, больших объемов данных. А искусственный интеллект — это принятие решений на основе этих данных. С искусственным интеллектом, я думаю, более-менее стало понятно. И теперь мы перейдем к тому, где же он применяется в медицине и как. Мы рассмотрим четыре основных области. Первая — это изменение генетической информации, изменение генетической информации бактерий. Далее мы посмотрим, как искусственный интеллект может быть использован в качестве диагноста заболеваний. Далее речь пойдет про искусственный интеллект и разработку новых лекарств. И в конце мы посмотрим, как искусственный интеллект позволяет нам бороться со старением. Ну и некоторые аспекты этой борьбы. И хотелось бы обратить внимание на цитату, которая здесь переведена. Она хороша тем, во-первых, она не взята ниоткуда, создана нами. И она говорит о том, что здравоохранение, ну и медицина, наверное, смысл ее состоит не просто в том, чтобы лечить людей, но в том, чтобы сделать весь этот процесс лечения как можно менее травматирующим, как можно более простым, ну и, естественно, как можно более дешевым. И мы переходим к изменению бактерий, к этическому изменению бактерий. И эта цитата Пастера, она предвосхищает наш разговор о бактериях. Она хороша, на мой взгляд. Пастер говорит о том, что это мысль, ужасающая мысль о том, что природа позволяет, сама природа потворствует размножению, приумножению этих мельчайших частиц бактерий. И лишь одно утешает нас. То, что в будущем наука разовьется настолько, что поможет нам бороться с бактериями. Если мы вспомним историю, то все наше сотрудничество, взаимодействие, весь наш контакт с бактериями сводится практически к постоянной войне и поиску новых средств вооружения для этой войны. Это антибиотики, это бактериофаги, это различные другие, чтобы стерилизация, ну и прочее. Существуют редкие исключения, когда наше взаимодействие с бактериями оно носит характер симбиоза, то есть полезного сотрудничества. Это лактобактерии, которые делают такие продукты, как кефир, ну и все остальные молочнокислые. Ну, сюда же можно отнести всю микрофлору кишечника, которая не просто позволяет нам переваривать пищу, но также она отвечает за весь иммунитет в организме. Это пример полезного сотрудничества. И как нельзя, кстати, для нашего разговора возникает Нобелевская премия по химии 2018 года. Какое же она имеет отношение к искусственному интеллекту и генетическому изменению бактерий. Так вот, эта история берет начало в 80-х годах, когда Франсис Арнольд решила изменить естественную эволюцию, решила изменить ход естественной эволюции и сделать ее более направленной. Речь идет о том, что она взяла фермент, который называется субтилезин, и подумала, а нельзя ли сделать так, чтобы фермент, который изначально работает в воде, в водных растворах, расщепляет белки, мог, точнее он ускоряет реакцию расщепляющей белки, мог работать так же и в органическом растворителе, таком как диментилсульфоксид. Что она сделала? Она взяла молекулу ДНК и внесла в нее случайные изменения мутации. Эту молекулу ДНК она посадила в бактерии, которые начали продуцировать, согласно этой молекуле, начали продуцировать измененный фермент. И этот измененный фермент она изучала на предмет активности его в органическом растворителе. Так вот, оказалось, что такой подход, ну и соответственно, то есть она брала измененный фермент, если он обладал необходимой активностью в органическом растворителе, она оставляла эти изменения ДНК и дальше как-то работала, уже отталкиваясь от них. Так вот, уже в третьем поколении нового фермента, в третьем поколении бактерий, в третьем поколении ДНК, ей удалось получить фермент, который обладал более чем в 250 раз большей активностью в диментилсульфоксиде, чем изначальной. И как раз эта картинка, этот слайд, он и иллюстрирует переход от естественной эволюции. Она, возможно, идет не столь прямолинейно, как здесь написано, но она носит во многом случайный характер. Это, наверное, тот самый естественный отбор с поправкой на генетику, который вам известен. Она направлена же, и эволюция здесь, она идет в лабораториях, и она направлена на изменение какого-то конкретного свойства. И она в случае с субтилезином, она управлялась человеком. Естественно, предположить, что этот процесс теперь уже может быть автоматизирован. То есть человеку мы можем скручить, это достаточно кропотливая работа, и взять на вооружение искусственный интеллект. Именно это сделала компания, американская компания Zymergen. То, что они сделали, они взяли эту идею на вооружение, и решили, что можно изменять молекулы ДНК и РНК-бактерий таким образом, чтобы заставить их производить те вещества, которые интересны людям. И более того, у них успехи оказались таковы, что эти бактерии измененные смогли производить даже полимерные материалы. Полимер это все же не отдельная молекула, потому что отдельную молекулу мы знаем могут производить дрожжи, они выделяют спирт, полезный продукт, но полимер это нечто гораздо более сложное. Так вот, они смогли автоматизировать этот процесс, как представлено на слайде. И, собственно, весь этот цикл и состоит в... На входе мы имеем микробов, ну или бактерии. С помощью машинного обучения мы строим корреляцию между изменениями в генетическом материале и выходом. Выход это тот продукт, который они производят, его качество и количество. И весь этот цикл автоматизируется, пока мы не получим необходимое, требуемое качество продуктов на выходе. Компания эта не уникальна, и исследования носят не просто характер локального стартапа, а и тому подтверждением является тот факт, что, по-моему, в 2016 году Bayer, это крупнейшая фармацевтическая компания, инвестировала порядка 100 миллионов долларов в аналогичный стартап, который создан в Бостоне. И они занимаются изменением бактерий для производства удобрений. Это, в общем-то, говорит, как мне кажется, о том, что компания Bayer всерьез оценила эти исследования. Да, бактерии могут приносить нам пользу, мы можем заставить их приносить нам пользу, однако в большинстве случаев по-прежнему бактерии являются источником заболеваний, и мы должны эти заболевания диагностировать. Диагностика – процесс непростой, и поэтому, естественно, предположить, что искусственный интеллект мог быть применен и здесь. И это действительно так. Две замечательные цитаты. Одна, вот здесь сказано Шерлок Холмс, да, мы понимаем, что речь идет об Артуре Конан-Дойле. Да, диагнозом может быть самое невероятное предположение. А вторая цитата, известного в Соединенных Штатах врача, которая говорит о том, что диагнозов может быть много. Диагнозов может быть много, они, конечно, не равновероятны, однако сам факт того, что их много, делает проблему диагностирования очень сложной. И, естественно, попробовать было бы применить искусственный интеллект как раз для этой задачи. Что делает диагностику сложной, помимо всего прочего? Естественно, диагностика, точность диагностирования зависит от сложности, от сложности случая. И действительно, в 2013 году было приведено исследование, в котором изучалась точность диагностирования и влияние на нее, уверенности врача в своем диагнозе и сложности случая. Так вот, на приведенном слайде вы видите диаграмму, которая выражает не просто точность, но разность между уверенностью и точностью для двух случаев, простого и сложного. В простых случаях разность между уверенностью и точностью, они обе нормированы, приведены к одинаковым единицам. Так вот, разность эта невелика. То есть, если врач уверен и случай достаточно простой, то его точность диагностирования велика. В случае, когда случай сложный, ситуация обратная. Разность получается очень большой. И если эти две величины разделить, то мы увидим, что уверенность, она достаточно высока, а точность гораздо-гораздо ниже. И можно сделать вывод о том, что самоуверенность, тут излишняя уверенность врача в сложных случаях ведет к очень большой диагностической ошибке. И еще один пример, о котором мы говорили в самом начале, это медицинские ошибки. Иратум хумана эст. Людям свойственно ошибаться и врачам, потому что они тоже люди. Врачам тоже свойственно ошибаться. И врачебная ошибка – это третья причина по численности смертности. Это исследования относятся с КША, проведены в 2013 году. И исследования основаны на ретроспективном анализе имеющихся данных. Таким образом, мы видим, что врачи могут ошибаться. Это естественно. Мы видим, что врачи могут ошибаться достаточно часто. Поэтому, естественно, возникает вопрос, нельзя ли с помощью искусственного интеллекта повысить точность диагностики. Вопрос этот правильный, и он возникал уже на заре создания искусственного интеллекта. И, по-моему, в 74-м году, ну, в 70-х, была создана первая экспертная система, которая могла диагностировать заболевания, связанные с бактериемией, присутствием бактерий в крови. Система эта была основана на том, что называется production rules. То есть это, если вы посмотрите на картинку, с точки зрения программирования, это простой набор условий. If, then, else. Если что-то, то вот это. Если нет, то что-то другое. Эти правила заносили систему врачами. То есть это экспертное знание вводилось, задавалось в виде набора таких вот правил. Однако возникает проблема. Проблема, связанная с тем, что знания медицинские, они не точны, да и любые знания. При диагностировании есть большое число неопределенностей. И вот этот вероятностный фактор, его требовалось ввести в систему. В случае с системой, основанной на правилах, это сделать естественным образом достаточно сложно. И для этого использовались то, что называется certainty factors. То есть факторы, которые выражают уверенность, достоверность этих знаний. Они также задавались медицинскими экспертами и отражали вероятность того, что то или иное утверждение является истинным. Точность системы, которая была построена таким образом, а система называлась MySyn, для того, чтобы быть похожим по звучанию на название какого-то антибиотика. Так вот точность его во многих, в большинстве случаев, она превосходила точность медицинских экспертов на величину порядка 9-10%. В некоторых случаях она проигрывала. Однако, как показала история, система эта не была принята на вооружение, в том виде, в каком она была создана, ни одним госпиталем, ни одной больницей. Однако она потом была интегрирована в другие системы и служит сейчас как прототип, как образец для создания экспертных систем на основе правил. В 80-е годы получила развитие другое направление в математике, которое называется вероятностные графические модели и, в частности, байсовые сети. И это развитие, развитие этого подхода позволило создать новые системы, новые системы, которые лежат в большинстве ныне существующих экспертных систем, основанные фактически на правиле байса, на формуле байса. И картинка выглядит похоже, если вы на нее посмотрите, однако здесь стрелки выражают не просто направление перемещения по схеме, и здесь стрелки выражают причинную связь. Например, утверждение, что грипп является причиной лихорадки, оно будет на схеме выглядеть так, что у вас будет узел с грипп, здесь будет узел лихорадки, и будет стрелка идти от гриппа к лихорадке. Если вы эту стрелку обратите, то вы получите утверждение, которое логически неверно, что лихорадка является причиной гриппа. Работа с такими утверждениями потребовала развития этого нового аппарата байсовских сетей, потому что классическая математика, классические уравнения в виде у равно х здесь не работало. И пример с гриппевым лихорадкой как раз это наглядно иллюстрирует. Если вы напишите у равно, пускай, ах, то есть где у это грипп, а х это лихорадка, то вы легко можете обратить это уравнение, переписав его х равно 1 делить на ау. То есть с этой точки зрения уравнение симметрично, но оно не отражает причинную связь. Такие системы получили развитие и распространение. То, что используется в больницах, часто это называется CDSS, это Clinical Decision Support System, то есть система принятия клинических решений. Они часто узконаправлены, часто достаточно сложны, но существует их более универсальный, более, может быть, даже простой в чем-то аналог, которые доступны всем, в отличие от CDSS, и называются Symptom Checkers. Это системы, которые могут диагностировать заболевания, точно так же им вводишь симптомы, они выдают некий диагноз, и они доступны в интернете, созданы они в большинстве известных и госпиталей, и сайтов, например, MyoClinic, Jagscom, по-моему, тоже содержат некий подобный Symptom Checker, Яндекс, если не создал, то, я думаю, точно работает над подобной системой. Так вот, Symptom Checkers, они доступны всем, и они создавались изначально как системы, которые являются заменой простому поиску в Google в качестве для диагностики. Они дают результат гораздо более адекватно, чем может дать вам поиск в Google. Точность таких систем, однако, невысока. Достаточно невысока, и если точность врачей считается терапевтов в районе 85-90%, то исследование 2016 года, результаты которого вы видите на этом слайде, оно показало, что в том случае, когда речь идет об одном диагнозе, то есть система по заданным симптомам выдает один диагноз, то точность здесь где-то раза в два, даже чуть больше, ниже, чем у врачей. В случае же, когда речь идет о том, чтобы показать не единственный диагноз, единственно правильный диагноз, а три наиболее вероятных диагнозов, точность чуть выше, но все равно она, видите, на величину где-то в районе 30% ниже, чем у врачей. Точность их ниже, еще раз, они не были созданы как замена врачей, они были созданы как замена поисков в Google. Возможно, со временем точность их вырастет. Но, что интересно, если использовать их отдельно не имеет смысла, то были проведены исследования, в которых выяснилось, что использование их врачами как вспомогательного инструмента повышает точность самих врачей. Это важно. И здесь хотелось бы показать, как выглядит работа с подобными системами в качестве объекта для исследования я использовал систему, которая называется АДА. Это система диагностирования, которая была создана стартапом, расположенным в Берлине. А в качестве примера для нее я взял случай, рассмотренный в книге «Диагнозис конондрум». Это сборник сложных случаев, взятых из реальной жизни, и случаев, диагностика которых подробно разобрана. Считать это совершенно необязательно. Смысл здесь в том, что поступает женщина, у нее есть некие симптомы, они здесь перечислены. Есть симптомы, которые носят описательный характер. Например, у нее болит там-то, болит настолько сильно. И есть симптомы численные. Это температура, частота сиделечного пульса, уровень оксидинации и так далее. То, что можно ввести в эту систему АДА, я ввел. На выходе мы получаем отчет, который выглядит вот таким образом. Это не весь, это лишь часть его. То есть здесь мы видим симптомы, которые были введены. Это боль в эпигастральной области, интенсивность боли, как она изменялась со временем, как давно возникла. Другие симптомы, также у них есть интенсивность, ну и так далее. И симптомы, которые не были. Точнее, симптомы, которые мы сказали у пациента нет. Результат выглядит следующим образом. Система выдает список диагнозов с их вероятностью. Ну, понятно, что здесь наиболее вероятным получается тромбоз, ну и холецистит, и гастрит, и так далее. Однако, настоящий диагноз, который был установлен, это болезнь Грейва, это заболевание щитовидной железы. И он был установлен с помощью анализа крови на присутствие специфического гормона. Система АДА не умеет, к сожалению, работать с вот этими численными характеристиками. В том, какая температура, какой уровень того или иного гормона или фермента в крови. Ну, и еще раз напомним, это ни в коем случае не говорит, что АДА плоха. Просто АДА не предназначена для этого. Тем не менее, какие-то симптомы с помощью нее, какую-то диагностику с помощью нее можно произвести первичную. И это будет работать лучше в большинстве случаев, чем если бы вы полезли в Google и начали искать ответы на свои вопросы там. Вернемся немного назад к байсовским сетям, о которых мы говорили. Байсовские сети, да, позволили создать новый класс диагностирующих систем. Но, помимо этого, байсовские сети позволило... Развитие аппарата байсовских сетей и его применение в медицине позволило нам по-новому взглянуть на болезни. И эта картинка как раз показывает, демонстрирует эволюцию наших представлений о заболевании, о том, как мы, о том, как врачи представляют заболевание. И изначально, да, когда-то давно заболевание, его фенотип, то есть совокупность внешних признаков, оно рассматривалось как совокупность симптомов, которые можно было физически измерить. Это температура, какие-то кожные высыпания, возможно, даже боль и изменения геометрической формы, то есть отек или что-то подобное. И лечение было направлено на устранение этих симптомов, ну и возможные первопричины. С развитием генетики, молекулярной биологии стало понятно, что источником многих болезней является изменение ДНК, и даже не само изменение ДНК, непосредственно, что характерно для некоторых заболеваний, но те изменения в метаболических процессах внутри клетки, которые обусловлены вот этими изменениями в ДНК, то есть опосредованно. И сейчас, сейчас же мы представляем собой болезнь, как то, что называется «эмержент феномен», то есть это свойство молекулярной сети, и составляющие этой сети представляют собой все и генетические изменения, и различные, то, что называется «омикс», это продукты метаболического обмена, это липиды, белки, которые участвуют во внутриклеточных процессах, и также внешние факторы. Внешние факторы тоже входят в эту сеть, и вот это вот все сложное взаимодействие между огромным числом составляющих, оно приводит к возникновению болезни. Это, на мой взгляд, является достаточно замечательным примером развития науки, поскольку вот эти «эмержент феномена» возникают не только в биологии, это весьма общее явление, они возникают и в физике, ну и, естественно, в некоторых математических объектах. Помимо того, что наше представление о болезнях меняется, когда мы используем такой «нетворк», подход, основанный на рассмотрении сетей, мы можем лучше понимать, как возникают заболевания, какие, и вот эта диаграмма, мы глубоко в нее погружаться не будем, она исследует вероятность возникновения совместного появления неких заболеваний, речь идет о коморбидности. Так вот, в этой сети кластеры представляют собой группы заболеваний, вот желтым цветом выделено заболевание коронарных артерий, и стрелка, связь, тут не стрелка, тут простая связь, достаточно жирная, и толщина ее отвечает за вероятность коморбидности, то есть вероятность возникновения сопутствующего заболевания. Она соединяет заболевания коронарных артерий с гипертензией. Это означает, что если и у человека имеется гипертензия, то велика вероятность наблюдать в нее также и заболевания коронарных артерий. И этот подход, и вот эти явления как раз хорошо исследуются, хорошо объясняются с помощью вот такого подхода на основе сетей. И мы движемся дальше. Мы видим, что искусственный интеллект может выступать в роли диагностного, он может выступать в роли врача, который ставит диагноз. Но с врачом мы можем поговорить, врач может ответить нам, мы можем с врачом выстроить диалог, врач слышит нас. Естественно, задать вопрос, может ли делать то же самое искусственный интеллект, может ли искусственный интеллект слышать нас, может ли искусственный интеллект понимать нас, можем ли мы общаться с ним точно так же, как с живым врачом. Это важно, если мы хотим построить искусственного врача. Цитаты здесь в целом иллюстрируют и эволюцию наших представлений о том, как развивалось взаимодействие, общение человека с компьютером. Здесь есть и цитаты из Вони Гута, и из Азимова. В случае Вони Гута речь идет о том, что к компьютерам общались с помощью перфокарт. Естественно, сейчас это не так. Азимов говорит о роботе, который умел давать ответы, когда его спрашивали голосом. Ответы он только на те вопросы, которые уже в него были заранее загружены. Ну и, конечно же, космическая одессея, кубрик Хал-9000, который умел читать не только воспринимать человеческую речь, но и читать по губам. Останавливаться здесь мы подробно не будем. Поскольку, я думаю, вы достаточно много слышали уже о возможностях машинного обучения, о тех успехах, которые оно достигло в области преобразования речи в текст. И здесь мы лишь поговорим о том примере, который был создан внутри DataArt. Речь идет о том, что мы интегрировали часть, которая преобразует речь в текст, для того, чтобы использовать дальше этот текст в CDSS, в системе принятия клинических диагностических решений, которая создана нашими партнерами. Сама это, вкратце поговорим об этой системе. Эта система умеет... Когда пациент вводит в нее свои данные, она может интерпретировать это данные, выбирать жалобы, причем она эти жалобы интерпретирует с точки зрения существующих медицинских антологий, то есть она их стандартизирует, она может определять степень остроты этих симптомов. И в случае, когда ситуация является критической, она может посоветовать, независимо от врача, сказать, что срочно звоним в неотложку, поскольку ситуация критическая. Так вот, понятно совершенно, что вводить данные в систему с клавиатуры – это долго. Особенно это неудобно, если у тебя какой-то острый приступ боли. Да, тут и пострадает не только... Тут речь идет не только о времени, но о том, что точность попадания по клавишам будет, я думаю, существенно ниже. Так вот, гораздо удобнее говорить. Разговор не требует от нас каких-то усилий. И то, что мы сделали, это интегрировали систему IBM Watson, который умеет преобразовывать речь в текст, и потом с помощью API передавать полученный текст в систему CDSS. Подобный же подход, естественно, будет востребован и не только в подобных случаях, но и обычными врачами в больницах, когда речь идет, например, о том, чтобы ввести данные в новомодные системы электронных медицинских записей и EHR, которые были созданы в расчете на то, что они упростят жизнь врачей. Этого не произошло. И недавнее исследование показало, что использование, внедрение этих систем в медицинскую практику приводит к выгоранию врачей. То есть они оказываются настолько загружены вот этой вот рутиной бумажной работой и бумажная, ну, здесь речь идет вот это table work, но это то, что не связано с работой с пациентом, что они действительно в буквальном смысле выгорают, и некоторые даже бросают, уходят из профессии, что совершенно недопустимо. И подобные системы, еще раз, подобные системы преобразования речь в текст, они призваны существенно улучшить ситуацию. Совершенным замечательным фактом, относящимся к этой теме, является то, что для того, чтобы распознать речь, нам совершенно не нужны суперкомпьютеры, нам совершенно не нужен даже десктоп. С этим сейчас прекрасно справляется и обычный смартфон. Я думаю, более того, даже часы, вот эти вот смарт-вотчис, они также смогут успешно распознать голос и весьма точно преобразовать его в текст. Что же прекрасного? Что же прекрасного в этом? А замечательно то, что смартфоны и фитнес-браслеты, и умные часы носят, носят буквально сейчас все, и поэтому эта услуга будет доступна всем. И мы кратко рассмотрим то, каким образом носимые устройства позволяют решать проблемы медицины. И предвосхитим этот разговор цитатой из Саймака. В цитате речь идет о том, что... Ну, здесь речь идет о вживляемом носимом устройстве, не совсем смартфоне, но речь о том, что это устройство, оно... Это не просто металлическая штучка, которая вживлена в тело, не просто кусок металла, но вся человеческая жизнь заключена в нем. И тренд, который мы видим сейчас в использовании носимых устройств в медицине, он, в общем-то, хорошо отражает этот факт. Рынок. Рынок носимых устройств растет. Здесь вы видите прогнозы на этот рынок. Он вырастет более чем в два раза уже через три года, и это делает его перспективным для возникновения стартапов в этой области. Казалось бы, эта ниша занята. Нет, это не так. И каждый год, наверное, появляются какие-то новые приложения, у людей возникают новые идеи, которые они реализуют в виде стартапов, пытаются продавать. Что же дают нам носимые устройства? Здесь это кратко перечислено. Данные, естественно, структурированы, потому что измерения, как правило, достаточно простые и систематизированные. Получаем мы большой объем данных, что, естественно, является большим плюсом для обучения моделей. Дальше. Контроль за здоровьем является непрерывным. И он является непрерывным, что важно, особенно для людей с хроническими заболеваниями или с такими заболеваниями, как диабет, когда следить за уровнем сахара в крови необходимо все время. Более того, использование носимых устройств позволило перейти от активной медицины, то есть лечить заболевание, когда оно уже возникло, к проактивной. То есть пытаться устранить заболевание, когда появляются уже первые намеки о том, что это заболевание может возникнуть. Что делать с этими данными? Тоже, я думаю, все вы примерно представляете это. И различные спортивные приложения, когда измеряется у спортсмена то, что называется vital signs, как меняется его пульс во время тренировки, уровень оксигенации, давления и все прочее. Интересные стартапы, которые представляют собой носимые, которые производят, разрабатывают носимые устройства, у которых уже есть игла, они непрерывно измеряют, ну, крепятся на предприятии или на плечо, они измеряют уровень глюкозы в крови, и когда уровень глюкозы падает до какого-то критического уровня, эта игла может автоматически ввести, ну, например, инсулину или какое-то другое лекарство, которое необходимо для понижения уровня сахара. Много здесь говорить не хочется, потому что тема избитая, популярная, и, в общем-то, все достаточно понятно. Сложности, которые здесь возникают, единственное, стоит отметить, потому что мы о них еще поговорим, сложности, связанные с регулирующими законами. В США этим занимается FDA, и здесь, почему я привел смартфон, на котором изображена электрокардиограмма, потому что это был, пожалуй, первый прибор, прибор, собственно, представляет собой два электрода, очень простых, два кругленьких электрода, которые вы носите с собой, подключаете к смартфону, с помощью больших пальцев вы можете измерить кардиограмму, и этот прибор был одобрен FDA. Это означает, что врачи могут использовать полученные таким образом кардиограммы для диагностики, для своей работы. Если же вы придете к врачу, ну, например, с обычными, я даже не знаю, часами, произведенными фирмой Huawei или Samsung, или еще какими-то, врач скажет, что нет, извините, мы не можем верить этим данным, давайте померяем их вот здесь с вами в кабинете. В каких со странах законно регулирующие одни? В Германии, например, сейчас нет законов, которые регулируют использование искусственного интеллекта в переносимых устройствах, но это тоже не означает, конечно же, что вы можете приходить к врачу с каким угодно данными, полученные с вашего фитнес-браслета. Это не так. Чем хороши сами по себе носимые устройства? Мы уже сказали, это непрерывный поток данных, но помимо всего прочего, и важно то, что использовать их может кто угодно. И это позволяет данные, полученные из смартфонов или каких-то других устройств, стратифицировать по демографическим группам и по возрастным группам, потому что смартфоном, фитнес-браслетом может пользоваться как 20-летний человек, так и 90-летний дедушка. Более того, для 90-летнего, пожалуй, это использование является гораздо более важным, поскольку за его состоянием здоровья необходимо следить, пожалуй, непрерывно. Мы сказали о 90-летнем человеке, но давайте вспомним, какой средний уровень, какова средняя продолжительность жизни, которую мы сейчас знаем. Да, она отличается в разных странах, но в качестве примера давайте представим, давайте попробуем угадать, каков же он. Естественно, да, совершенно верно, можно назвать и 70 лет, где-то 65, увы, где-то даже 80, насчет 90 не уверен. Но доктор Жаворонков все равно говорит нам о том, что даже эти 80-90 лет, которые кажутся нам чем-то недостижимым, это ничто по сравнению с тем, сколько могла бы дать наука пожить человеку. И он говорит о том, что люди вполне могли бы жить по 150 лет, и для того нет каких-то запрещающих факторов. Более того, исследуя вопросы старения, искусственный интеллект начинает играть не просто в УГО, но также и Бога, потому что затрагивает этот сакральный вопрос о том, сколько же дано жить человеку. Мы чуть дальше увидим, почему это так. И вот эта первая цитата, она как раз иллюстрирует это, что AI plays not go only, but God. Здесь эта фраза немножко урезана. Да, мы знаем, что... Давайте перейдем к следующему слайду. Мы знаем, что если мы не будем курить, будем достаточно спать, у нас будут физические упражнения, и мы будем следовать здоровой диете, все эти достаточно скучные факторы здоровой жизни, которым более того еще и тяжело следовать, по статистике они позволят продлить наш возраст, да, продлить срок жизни на 10, примерно на 10-20 лет, что в целом выше некого среднего уровня 70 лет. Эти 70 лет возникли не откуда-то. 70 лет — это число, которое упоминается в Библии. И там оно звучит как three scores and ten, то есть три раза по 20 и 10. Более того, эти 70 лет возникают часто и в литературе, откуда они, собственно, пришли, куда они пришли из Библии. И в качестве примера, мне кажется, замечательно привести Магбета. И там есть такая фраза three scores and ten, I can remember well. Это говорит старик в ночь, когда убили короля Дункана. Так вот, с помощью диеты и физических упражнений мы получаем возраст, который на 10-20 лет больше вот этого канонического возраста в 70 лет. Если мы посмотрим сваты птичьего полета на исследования, которые ведутся в этом направлении, то их можно условно разбить на две части. Первое — это те исследования, которые занимаются продлением того, что называется healthspan, то есть lifespan, то есть они позволяют увеличить продолжительность жизни. А второй класс исследований — это исследования, которые увеличивают healthspan, то есть они увеличивают тот срок, когда мы, в котором мы живем здоровыми. Известно, что со старением связано возникновение различных заболеваний. Чем старше мы становимся, тем более вероятными становится появление тех или иных у нас заболеваний. Более того, мы знаем, что если есть два человека, у которых одного возраста, допустим, 40 лет, то тем не менее вероятность того, что они умрут, она не одинакова. Эта вероятность отличается различным для разных людей. Поэтому необходимо. Ну, это, собственно, говорит о том, что хронологический возраст, то есть буквально это возраст, который мы прожили в годах, в днях, то есть в наших стандартных единицах измерениях, он не всегда коррелирует с биологическим возрастом. Биологический — это возраст, который характеризуется состоянием, если можно так сказать, состоянием нашего организма. Так вот, необходимо научиться определять вот этот самый биологический возраст. И здесь как раз искусственный интеллект, ну, или, можно сказать, машинное обучение позволяет нам решить эту проблему. В качестве диагностики, в качестве диагностики биологического возраста на данный момент рассматривается целый ряд маркеров. Это метилирование ДНК, длина теломера, карбомилирование ДНК, ну, и еще ряд факторов. И задача состоит в том, чтобы найти корреляцию между биологическим возрастом, ну, или, правильно сказать, точно установить возраст, используя эти маркеры. Так вот, наилучший результат, который существует на данный момент, ну, по крайней мере, тот, о котором я знаю, это результат, полученный в работах в 2016 году и использовали для моделирования нейронные сети. Так вот, система, модель, построенная с помощью, основанной на 21 нейронной сети, она давала предсказание возраста, которое максимум на 5,5 лет отличалось от истинного, ну, от хронологического возраста. Это один путь, где один способ, где машинное обучение помогает нам определение возраста биологического с использованием маркеров. Далее, интересное наблюдение, которые, интересный вывод, который был сделан в недавней работе, по-моему, автора по фамилии Гем. Этот вывод является результатом, наверное, на череды долгих и длительных обсуждений. И вывод этот относится к старению, как к интерпретации старения. Так вот, вывод таков, что старение является патологическим процессом. То есть, это процесс патологический, то есть, процесс, которым надо бороться. То есть, старение определяется теперь как болезнь. Если есть болезнь, то, соответственно, нам нужно как-то эту болезнь лечить и, соответственно, вырабатывать новые лекарства для лечения этой болезни. Здесь прогресс, в общем-то, не столь примечателен, как в случае с определением возраста. и, например, вот те самые сетевые модели, о которых мы говорили перед этим, они позволяют рассмотреть метаболические процессы, ну и вообще все процессы, которые происходят в человеке, в клетке, в том числе и генетические процессы, генетическая информация, как элементы вот этой большой сети, элементы, которые взаимодействуют и найти узлы, которые ответственны за те или иные процессы старения. Потому что что происходит при старении, мы наблюдать можем, измерять на молекулярном уровне. Так вот, найдя эти узлы в сети, мы можем сделать их объектом для последующей лекарственной терапии, которая называется геропротекторная или герозащитная терапия. Я не могу сказать тут о каких бы то ни было значительных результатах, то есть я не могу сказать, что тут есть лекарства, которые позволят вам прожить лишние 10 лет. Пока, к сожалению, такого нет, насколько мне известно. Мы сказали о терапии, мы сказали о лекарствах, которые необходимы будут нам для лечения старения. и нам нужны новые лекарства. Нам нужны новые лекарства сейчас. И мы переходим к следующему пункту, к следующей части нашего разговора, о том, как искусственный интеллект используется для нахождения новых лекарств. И здесь как раз разговору предшествует цитата директора Национального института здоровья о том, что нам нужны новые лекарства сейчас. На этом слайде мы видим диаграмму, которая рисует, которая изображает рост числа заболеваний, для которых мы знаем механизмы и их действия на молекулярном уровне. Число таких заболеваний в настоящий момент находится где-то в районе четырех с половиной тысяч. Возникает естественный вопрос, а сколько же из этих заболеваний мы можем лечить, для скольких из них имеются у нас лекарства. Попробуйте себе представить, для скольких же. оказывается, для очень маленького числа, всего для 215 заболеваний у нас имеются лекарства, которые позволяют их лечить. Естественно, снова задаться вопросом, неряде как-то использовать искусственный интеллект для того, чтобы обучать, для того, чтобы получать новые лекарства. Действительно, можно. Для этого достаточно вспомнить, что, ну, для того, чтобы актуализировать эту задачу, достаточно вспомнить, то, что для получения, для разработки вывода на рынок нового лекарства нам требуется где-то 10-15 лет. Процесс сложный, более того, после выхода лекарства на рынок может оказаться так, что постмаркетинговые исследования выявят появление каких-то новых побочных эффектов, которые заставят убрать лекарства с рынка. Это означает, что те миллиарды долларов, которые были потрачены на его разработку, были потрачены впустую. Цели, ну, и, собственно, то, как используется искусственный интеллект для нахождения новых лекарств, они здесь кратко перечислены. Первое, это в целом, глобально, это ускорение процесса разработки, то есть сокращение вот этих 10-15 лет до меньшего периода. Далее, это поиск новых целей. Это речь идет о целях для лекарственных препаратов, потому что каждый препарат ориентирован на какую-то конкретную, какую-то конкретную, пускай будет, молекулу или рецептор. Так вот, сведения о таких целях, о таких таджетс, они часто публикуются в исследовательских работах, которые спонсируются государством, то есть это обычная научная работа. Статьи таких публикуются в месяц, по-моему, порядка нескольких десятков тысяч, где-то 40-60. Прочитать их для человека, в общем-то, не представляется возможным. Поэтому становится очень актуальным использование средств работы с естественными языками для того, чтобы эти статьи автоматически исследовать на предмет наличия данных о новых целях. Этим занимается в частности компания Benevolent AI, которая расположена в Англии. Дальше речь идет про то, что Safe Drug Candidates. Речь идет о том, что всякое новое лекарство, оно подобное реке, зарождающейся из ручейка, оно начинается с молекулы, с одной молекулы. И уже на уровне поиска этой молекулы возможно предсказать, насколько токсично она будет организмам предсказать возможные побочные эффекты для того, чтобы не обнаружить это на стадии уже клинических испытаний, а на стадии прек, доклинических испытаний. Это важно. здесь существуют разные методики, естественно, которые используются в машинное обучение, это и регрессии, и модели классификации. Ну и новые лекарства. Здесь речь идет о новых не тех лекарствах, которые разработаны с нуля, а наоборот. Речь идет о том, чтобы переиспользовать старые лекарства для новых целей. Это возможно, если вспомнить о том, что многие заболевания в основе своей имеют похожие или даже одни и те же метаболические процессы. Соответственно, чуть изменив лекарство, мы можем его заставить действовать на какое-то новое заболевание. Это важно, поскольку для этого лекарства уже проведены клинические исследования, уже известны побочные эффекты, и так далее. Эта основа позволяет снизить время разработки и ее стоимость. К настоящему моменту уже поговорили о большом числе применений искусственного интеллекта в медицине. Еще большая их часть осталась за пределами нашей беседы, поскольку мы достаточно ограничены во время и число этих приложений огромно. Но возникает вопрос, почему если успехи столь значительные, то почему мы не видим искусственных докторов, пускай даже в виде каких-то обычных компьютеров в медицинских кабинетах, почему новые лекарства не появляются с гораздо большей частотой, почему этот прогресс не вторгается таким столь же эффективно, как он выглядит в повседневную врачебную практику. И это то, о чем мы поговорим дальше. Недостаточно для того, чтобы то или иное решение в медицине, основанное на искусственном интеллекте или машинном обучении, было успешным, а недостаточно всего лишь какого-то успешного, хорошего математического алгоритма. примером того, что хорошо иллюстрирующим тот факт, что любое медицинское решение, использующее АИ или даже не использующее его, оно является сложным, оно состоит из очень многих компонентов и его успех определяет многие факторы и иллюстрирует это замечательная цитата из Умберта и Которую на английском прочитать в общем-то не представляется возможным, я прочитаю ее перевод на русском. Мигом ответил тот сыр вам под одеялом как как просто надо сыр чтобы не стар и не кисл его ломтями квадраты или как любишь туда жир масло свинье сало чтобы печи в печи вокруг хлебцы вовнутрь суй еще козий сыр да для сласти что дашь сахар корицу спекши мигом брать жевать с огня видите такой непростой рецепт казалось бы просто сыр но много компонент нарезать и так и так и печь сложно и как правило как правило речь идет не о технических сложностях то есть мы достаточно хороши в математике но часто эти проблемы которые препятствуют выходу тех или иных решений на рынок носят политический характер экономический и как сказал Эдвард Шотлиф это создатель той самой первой экспертной системы о которой мы говорили носят культурный характер для того чтобы лучше понять это мы посмотрим на картинку на пример приложения которое изображено на этом слайде это пример Нехова медицинского приложения образца 2008 года в 2018 году возможно оно будет выглядеть лучше вы перепишете его с использованием новых графических библиотек но суть останется также огромное число кнопок полей для ввода всплывающие окна справа куча иконок и все это врач помимо своей основной работы должен держать в голове то есть вы можете изменить графическое представление сделать его более привычным для текущей ситуации но то насколько удобно приложением пользоваться является определяющим фактором и примером примеров тому масса собственно вот MySync который мы используем о котором говорили не пошел не вошел в практику по этой причине и есть замечательный пример приложение для медсестер которое позволяет прогнозировать риск появления пролежней у тех или иных больных так вот он медсестрами оказался неиспользуемым почему потому что его использование требует времени он настолько удобен и опытная медсестра гораздо быстрее определит оценит этот риск сама нежели воспользуется какой-то вот такой программой подобной этой то есть графический интерфейс и удобство использования это также то что должно содержать успешное медицинское приложение а по факту это то чем должен заниматься искусственный интеллект то есть искусственный интеллект это не только про мимикрирование способности мысли человека но это немножко про магию это про то что может предвосхитить ваши вопросы это может помочь взаимодействовать с программой на гораздо более интуитивном уровне да причины не только математические и интересно интересно с этим вспомнить недавний отчет агентства макинзи в котором упоминалось о том что несмотря на вот это большое число разговоров о том насколько искусственный интеллект применим в медицине лишь 3% фарматистических компаний используют его в своей в своей практике и более того зачастую речь идет о пилотных проектах что же чего же не хватает в том же отчете говорилось о том что индустрия индустрия здравоохранения ждет того кто покажет как правильно это использовать того человека или компанию которая покажет правильный путь правильный путь использования искусственного интеллекта машинного обучения в задачах медицины мы поговорили уже достаточно про использование искусственного интеллекта в медицине диагностики изменения бактерий и всего прочего достаточно и с точки зрения информации объема и с точки зрения времени и осталось последнее о чем нам важно было бы подумать о чем нам важно было бы подумать во время движения во время движения вот этого хрупкого плота существующего бизнеса существующей медицинской индустрии сияющим берегам Эльдорадо Эльдорадо вот этого Data Science Эльдорадо где все будет замечательно где все будет автоматизировано и все будет работать так как должно работать мы должны подумать про последствия использования искусственного интеллекта про последствия автоматизации к которой мы стремимся и снова снова две цитаты которые в общем-то и иллюстрируют иллюстрируют эту проблему одна из них она отражает общую тенденцию это цитата Романа Чернышева это цитата о том что говорит о том что искусственный интеллект который сейчас внедряется в медицину он целью его не является замена докторов но помощь им а вторая же цитата это Никей Джордан это тоже очень известный в мире машинного обучения ученый он говорит то что мы и так хорошо знаем что люди не очень хороши в предсказании того какова же будет следующая наша ошибка и это повод задуматься для не для обсуждения для того чтобы просто задуматься два два доклада первое это Кристина Лагард директора МВФ в своем интервью она говорит о том что автоматизация если кратко автоматизация приведет к появлению новых работ мы не должны ее бояться новые работы старые уйдут новые возникнут все будет хорошо 2018 год отчет большой двадцатки здесь уже все достаточно более сдержанно и речь идет о том что надо аккуратно надо аккуратно относиться к последствиям автоматизации да автоматизация неизбежна да она приведет к исчезновению каких-то позиций на рынке и сложно сказать какие новые работы появятся но роль правительства стоит в том чтобы смягчить экономические последствия для тех кто попадет под удар от этой автоматизации что же будет на самом деле ну в принципе мы отчасти это наблюдаем но предсказать предсказать это весьма тяжело и будем ждать будем смотреть это конец это конец доклада не конец всего вы были терпеливы и я благодарю вас за это мы дошли до конца нашего доклада хотелось бы в конце подытожить то то о чем мы говорили мы видели что искусственный интеллект является достаточно мощным могущественным для и может решать многие-многие задачи в медицине нам с вами посчастливилось жить в то время когда искусственный интеллект переживает свой рассвет мы можем удивляться у нас есть возможность удивляться тому как искусственный интеллект меняет нашу жизнь достаточно посмотреть на смартфоны которые мы носим и то что они умеют достаточно посмотреть на то как изменились почтовые программы по сравнению с тем как это было буквально 10-15 лет назад сколько как эффективно научились они устранять спам у наших детей такой возможности скорее всего не будет они не будут удивляться искусственному интеллекту по той простой причине что он станет частью их повседневной жизни мы же мы же имеем счастье иметь возможность удивляться потому что мы видим как смелые мечты смелые предсказания фантастов из прошлого цитаты которых вы видели во время доклада становятся частью нашей жизни спасибо